Добрый день, меня зовут Маргарита, добро пожаловать на мой канал и сегодня у нас новое видео. Сегодня я вам расскажу про государственную ипотечную гарантию. В одном из видео про новости, не помню то ли за мае, то ли за какой месяц уже, я вам рассказывала, что приняли закон, что государство будет давать 20%, то есть оно будет выступать как гарант при ипотеке, то есть максимум 20%, в некоторых случаях 25%. Поэтому было очень много вопросов, кто может взять, каким способом, когда и все остальное, поэтому сегодня я вам рассказываю, как можно запросить эту гарантию, то есть кому государство может выделить эту гарантию в 20% и где именно можно запросить. Итак, 26 июня был утвержден закон уже окончательный и разработанная система государственного ипотечного залога. Я думаю, что многие наслышаны, потому что это новшество, раньше такого не было. И вообще, почему это произошло? Я думаю, что многие знают, а те, кто не знают, я расскажу, что в Испании 100% ипотеки практически, вернее, никто не дает, никакие банки, разве что какие-то частные компании с огромными, огромные финансовые компании, которые берут огромные проценты. Вот, очень большие. А сами банки 100% не дают, то есть обычно они дают до 80% на первую недвижимость. То есть, если это вторая, третья и так далее, процент может снижаться и 70%, и 60% в зависимости от банка. Но если вы берете ипотеку, хотите взять ипотеку на первую недвижимость, то и максимум, что вам могут дать банки, это 80%. Я не знаю, может, какие-то банки дают сейчас и больше. Раньше давали и 100%, то есть можно было, то сейчас это практически невозможно и сводится к нулю. Если кто-то получил 100% последние год-два, напишите, какой банк. Я думаю, что многим будет это интересно. Так вот, так как дают всего 80%, недвижимость в Испании достаточно дорогая, особенно в больших городах. Я живу в Барселоне, здесь недвижимость очень дорогая. Вот, поэтому, соответственно, не все могут себе насобирать эти 20%, причем не 20%, да, то есть дают 80%, ипотеки 20%, то, что недостающие. И еще оформление. Оформление это где-то плюс-минус 12-13, ну до 15%, скажем так. Вот, поэтому, соответственно, вам нужно, кроме того, что 20% недостающих, еще нужно насобирать там процентов 12, ну до 15% на оформление. И, соответственно, если недвижимость очень дорогая, то как бы не все могут насобирать и должны платить аренду. Аренда тоже не дешевая, тоже в больших городах, она сейчас очень сильно поднялась. Поэтому государство решило, как бы, сделать такую программу, давать кредит, да, то есть выступать гарантом при вашей ипотеке. Сколько же они могут выдавать, то есть гарантом на сколько процентов? На 20%. Может быть и до 25% есть энергетический сертификат вашей недвижимости, который вы покупаете, D и больше. Ну, в принципе, D это мало у кого, ну до 20% вам могут дать. Кто может участвовать в этой программе? Потому что, соответственно, не все могут участвовать в этой программе. Это молодежь до 35 лет, но если у вас есть на попечении несовершеннолетние дети, то возраст не имеет значения. Ну, то есть детей нет до 35 лет, дети есть, неважно сколько вам лет, вы можете участвовать в этой программе. Жилье, которое вы покупаете, недвижимость, должна быть первая и ваша основная. То есть если у вас уже есть недвижимость, в этой программе участвовать не можете. И, соответственно, вы должны проживать в этой недвижимости. Вы должны быть прописаны в Испании, проживать в Испании. И вы должны находиться легально. Многие меня спрашивают, вот я без документов, а кто может там с какими документами? Легально. То есть у вас должен быть документ или ДНИ как испанцев, или НИИ как иностранцев. А также есть ограничения по доходам. Вы должны не зарабатывать больше, чем 37 800 евро в год на одного человека. Если вы покупаете недвижимость на двоих, тогда ваш доход не должен превышать 75 600 евро в год. Если у вас есть несовершеннолетние дети, тогда доход могут увеличить на 0,3% на каждого ребенка. Ну, то есть, соответственно, вы можете просчитать, если ваш доход не больше, чем эта сумма, если вам 35 лет или меньше, чем 35 лет, или больше, если у вас есть несовершеннолетние дети, вы легально находитесь, вы проживаете в Испании, это первое ваше жилье. То есть вы можете участвовать в этой программе. Запрос можно сделать до 31 декабря 2025 года. И самый основной вопрос, как же получить эти 20%, каким способом, где и как я могу участвовать в этой программе и так далее. Все очень просто. Вы запрашиваете в том банке, где вы просите ипотеку. То есть вы собираетесь покупать недвижимость, у вас есть банк, например, Сабадель, вы идете в тот банк или вы хотите в другой банк, который какой-то запросить ипотеку, вы можете в разные банки поспрашивать, какая ипотека, какой процент и так далее. То есть в том банке, где вы будете брать ипотеку обычную, на вашу недвижимость, там же вы должны и запросить эту опцию, то есть поучаствовать в этой программе. Список банка. Но не все, конечно, банки могут участвовать, а есть определенный список. Я вставлю, вы можете посмотреть, то есть только те банки из этого списка. Но он достаточно большой. Там есть банк Сабадель, Сантандер, Ила Кайша, банк ББУА, банк Интер. Ну, в общем, там достаточно большой список. И я думаю, что скорее всего 99%, что те банки, в которых вы являетесь клиентом, они тоже участвуют. Вот, поэтому тут все очень просто. Не надо никуда ходить, не надо писать никакие заявления. А именно в тот банк, в который вы будете запрашивать ипотеку, там вы можете все узнать, всю информацию запросить и участвовать в этой программе. Также на этом сайте вы можете посмотреть проценты. Там в зависимости, есть ли у вас ипотека ФИХО, есть ли у вас ипотека Вариабля. То есть там можно посмотреть, какие проценты, сколько вы будете платить. И вы можете посмотреть вообще всю информацию по поводу этой программы. Я тоже вставлю ссылку, вы можете перевести, кто не понимает, испанский. И все это выясните. Также можете пойти просто в ваш банк и запросить всю информацию, они тоже вам это все расскажут. Так что, как видите, ничего сложного нет. Если вы думаете покупать недвижимость, и у вас не хватает денежных средств, то я думаю, что это отличная возможность воспользоваться этой программой и купить себе недвижимость, и не оплатить аренду, сумасшедшую аренду, которая сейчас по Испании. Я надеюсь, вам видео понравилось, оно было для вас и интересным, и полезным. Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите в комментариях, я буду стараться на них отвечать. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Всем хорошего дня и до скорых встреч!